Магомед, как вы чувствуете после боя? Как вы оцениваете ваш бой? Чувствую себя хорошо. Бой прошел не так, как я хотел бы. Можно сказать, был чуть скучный бой, но ничего, самая главная победа. Вы огорчены тем, что бой получился скучноватый? Нет, я не огорчен, так как я выиграл. Самая главная победа. Нет, я не огорчен, потому что моя победа – это то, что важно. Как скоро вы хотите свой следующий бой? В своем следующем бою участвовать? Ну, я возьму чуть перерыв, так как скоро будет свершенный месяц Рамадан. Пока после Рамадана где-то 3-4 месяца, я думаю, меня не будет. Ну, то есть через 4 месяца я буду готов. Спасибо. Обычно, когда люди не совсем довольны, когда бойцы не совсем довольны своим боем, это значит, что не все пошло по плану. Вы можете поделиться вашим планом перед боем? Да, у нас общий план был выиграть, добить победу, но получилось, что мы добили победу, но не так, как мы хотели зрелищно. Что-нибудь вас удивило из того, что Никита применил во время боя? Нет ничего такого. То, что ожидал, все получил. Все, что я ожидал, что произошло, поэтому нет сюрпризов. И даже если он не был счастлив, то, когда он смотрит на уровень, он думает, что эта уровня должна пропустить его в уровень? Несмотря на то, что вы не на 100% довольны вашим боем, но когда вы смотрите в вашей весовой категории, кто стоит выше вас по рейтингу, Вам есть кто-то, с кем вы хотели бы сразиться с следующим? Да, конечно. Я первоначально не хотел этого боя, так как Крылов, ну, как бы российский боец. Я ждал другого, повыше. Я просил топ-5, но получилось так, что топ-5, топ-6, они дерутся между собой, и Крылов остался без соперника, и поэтому мне дали его, мы вынуждены были тратиться, поэтому бой прошел, но я доволен, я выиграл. Так что будем ждать, кого дадут UFC. Ну, Крылов был не мой идеальный соперник, потому что я ожидал, чтобы я попал в рейтинге в моем дивизионе, и я ожидал, что кто-то выше, но сейчас топ-5, топ-6 фирмы в моем дивизионе, они собираются бороться. Так что, зависит от того, кто победит, я надеюсь, чтобы выбрать противоположных победителей. Как вы праздноваете победу? Как вы праздноваете? Ну, как обычно, да, я долгое время не был дома. Сейчас приеду, отдохну. С родной, да, с семьей. Ну, как обычно, да, уже это, можно сказать, уже обычно. Пятая победа, шестая. Так что, это обычно. Пятая победа, шестая. Ну, это моя пятая победа, поэтому это будет бизнес как обычно, или, скорее, празднование как обычно. Я не был дома в течение времени, поэтому я вернусь к моей семье, и праздновать с моей семьей. Слышно. Слышно, спасибо за победу. Еще раз поздравлю. Спасибо. 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 Спасибо.